А вот и здравствуйте. Решил, пока есть возможность, выпускать коротенькие ролики, информационные бюллетени, где специалисты отвечали бы на самые актуальные вопросы. Счёт с заболевшим коронавирусом в России пошёл на десятки тысяч, а скоро, видимо, выйдет на сотни. Но вы заметили, что количество заболевших, все эти очередные рекорды и антирекорды как-то уже не так трогают? За время пандемии мы неоднократно с вами видели, что российские СМИ, прежде всего государственные, или, скажем так, близкие к государственным, неоднократно смещали свои акценты в освещении происходящего. Особенно впечатляло то, что делалось со статистикой. Впрочем, тут и само государство, и его ведомство дадут 100 очков вперёд любым акулам пера. То, как у нас собираются и сообщаются какие-либо цифры, вообще отдельная тема, но в случае с коронавирусом мы часто видели то слаженные кампании, то разноголосицу и бардак. Впрочем, временами мы все вдруг замечали какие-то смещения акцентов в сообщаемой информации. То внимание смещалось на выздоровевших, то на то, как мало или наоборот много людей заболевает. Внимание акцентировалось то на относительных величинах, то на абсолютных. Человек, который понимает в цифрах, Александр Драган, аналитик, считает, что мы сейчас находимся в очередной точке такого поворота. И одни данные, по которым мы привыкли ориентироваться, уйдут в тень, а другие будут выгодно подсвечены. На самом деле, главное изменение, которое мы уже наблюдаем, это смещение в сторону от заболевших, от выявленных, в сторону других метрик, такие как госпитализации, доля госпитализированных за сутки от доли выявленных, прирост госпитализации за сутки, ну и так далее, и так далее. И, в общем-то, здесь история в том, что это происходит, на самом деле, ровно в тот момент, ровно в тот день, когда Россия побила рекорд по заболеваемости. То есть, там, это было 21 января, когда в России выявили почти 50 тысяч заболевших, и, собственно, именно в этот день, там, СМИ, которые близки к мэрии, часть федеральных СМИ, оперштабы и так далее, они, собственно, начинают менять вот эту риторику, и вместо того, чтобы акцентировать внимание, как было раньше, на том, что у нас выявили 49,5 тысяч заболевших, и, там, писать про то, что это исторический максимум с начала эпидемии, в общем-то, это полностью уходит на, там, на второй план, в заметках, в основных, это уходит куда-то глубоко вниз, глубоко в подвал, выявлены, там, упоминаются где-то посреди текста, между прочим, а на первом месте оказывается именно госпитализация, причем госпитализация по стране – та метрика, которую нам не озвучивали до этого вообще ни разу с начала эпидемии. И вот именно сейчас, именно за последние дни, там, оперштабы и власти вдруг опомнились и начали об этом сообщать. Чего же добиваются власти таким нехитрым, но, возможно, эффективным способом? Смотрите, это, на самом деле, дает возможность проводить такую очень успокаивающую, расслабляющую риторику. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, что мы сейчас вступили, там, в общем-то, в самую высокую волну заболеваемости, которая у нас была исторически, сейчас у нас выявляется, будут выявляться, там, какие-то сумасшедшие, сумасшедшие количества заболевших, при том, что с российской статистики есть очень много вопросов, как бы это все неоднократно обсуждали, проговаривали, изучали и разбирали, но даже российская статистика сейчас показывает какой-то совершенно космический взлет. И, соответственно, по сути, власти и СМИ сейчас упираются в то, что в какой-то момент придется показывать, там, условно, 80 тысяч заболевших, 90 тысяч заболевших, 100 тысяч заболевших, ну и так далее, и так далее. При этом какие-то ограничения, какие-то серьезные меры и так далее вводить никто, очевидно, не собирается. И, соответственно, такое вот смещение, подача и смещение риторики с выявленных случаев на госпитализации, оно позволяет, ну, собственно, добиться, скажем, успокаивающего эффекта, потому что у нас вроде бы заболевает много людей, но это, на самом деле, никак не подсвечивается, и вот эти антирекорды, они, соответственно, тоже никак не подсвечиваются, никак не подчеркиваются. И вообще теперь, чтобы найти число выявленных, там, я не знаю, условному читателю агентства городских новостей Москва или Москва-24, там, или еще других СМИ, среднему читателю, там, нужно будет прям прошерстить заметку и выцепить эти цифры. А на первый план выходят именно, там, вот эти вот 9-10 тысяч госпитализаций, и кажется, что, в общем-то, все, на самом деле, совсем не страшно. При этом есть, там, отдельные замечательные маленькие манипуляции из серии того, что, например, полностью поменялась инфографика оберштабов или инфографика, которую дает первый канал в своих юридичных сюжетах, и там, где до этого публиковались, показывались на первом месте число заболевших, дальше показывалось число выздоровевших и потом число смертей, теперь число заболевших улетело, уехало куда-то совсем вниз, на первом месте показываются госпитализации, а рядом показывается число выписанных. И, соответственно, вот это вот соседство, вот этот контекст, оно как бы подводит к мысли, подводит к выводу о том, что, на самом деле, выздоравливает больше, чем госпитализируется, потому что госпитализируется 9 тысяч, выздоровел 25, хотя вот эти выздоровления, они, соответственно, не имеют никакого отношения к выписке из больницы, вот хотя так подается, как будто имеют. Но разве при омикроне, который, как мы слышали, хоть и очень заразный, но с меньшим риском попасть с ним в больницу, госпитализации – это не ключевой показатель? Я бы, как новостник, обращал на него первостепенное внимание, и, может быть, ресурсы, о которых шла речь, просто поступают профессионально? Тут, на самом деле, два момента. Первый момент, что на госпитализации было правильно обращать внимание не только сейчас, а вообще всю эпидемию. И в марте 2020 года, и в декабре 2021 года, и в июне 2020, и так далее. То есть всегда госпитализации были одним из ключевых, ну, вообще ключевой метрик, который показывал давление на систему здравоохранения, ну, и, соответственно, что прямо сейчас происходит с больницами. Проблема в том, что вот это вот смещение внимания с выявленных случаев на госпитализацию, оно происходит именно сейчас, а не не полгода назад, не год назад, не полтора года назад. Именно сейчас, когда мы, на самом деле, не можем, у нас нет никакой прочной базы для сравнения для того, чтобы оценить вообще вот эти 9 тысяч госпитализированных в сутки по стране, это вообще много или мало, там, условно, сколько было в июне 2021 года, когда у нас начиналась волна дельты, а сколько было на пике последней волны осенью 2021 года. Соответственно, нет вот этой вот опоры, на которую мы можем основываться, на которую мы можем смотреть, и нам не с чем сравнивать. Это один момент. Второй момент в том, что... Проблема в том, что госпитализация – это метрика запаздывающая, и, соответственно, человек заболевает, потом через какое-то время он сдает тест, тест оказывается положительным, и потом еще через какое-то время человек ухудшается и, соответственно, попадает в больницу. И, в общем-то, от момента заболевания, от начала болезни до попадания в больницу проходит время в среднем от 5 до 7 дней. По разным странам это может отличаться, но по России примерно такие оценки у меня. И, соответственно, госпитализации, они, конечно, помогают понять, что происходит именно здесь сейчас, помогают оценить нынешнюю нагрузку, вот именно сегодняшнюю нагрузку на здравоохранение. Но проблема в том, что они не позволяют оценить, ну, условно, нагрузку с завтрашнего дня. И в этом смысле вот эти выявленные случаи либо другие метрики более надежных, вроде ковидных поисковых запросов в Ятексе, которые надежнее отражают заболеваемость, они, собственно, позволяют смотреть, условно, немножко на шаг вперед и понимать, что вот сегодня у нас заболело, выявлено, я не знаю, 50 тысяч человек, завтра у нас выявлено 80 тысяч человек, при этом если структура заболеваемости существенно не поменялась, то дальше через неделю у нас ждет такой вот прирост нагрузки на, собственно, здравоохранение, на больницы и так далее. Ну и плюс это позволяет даже на каком-то личном, персональном уровне оценить вообще ситуацию с эпидемией, ну, что происходит, там, условно, здесь, сейчас, там, какая заболеваемость, какой тренд снижается, не несет. И соглашусь с Александром, что бы ни рассказывали СМИ и как бы ни менялись акценты, омикрон не превратился в безобидную простуду. Это все тот же ковид со всеми вытекающими. А риск госпитализации при омикроне, согласно датским, канадским, британским исследованиям, всего на 30-50% ниже, чем при дельте, и заметно выше, чем при альфе и уханьском варианте. Настоятельно всем рекомендую подписаться на телеграм-канал Дорога на ковиде. Ссылка в описании. Присылайте в комментарии те вопросы по коронавирусу, ответы на которые вы хотели бы получить от специалистов. А я, если получится, их задам. А также не забывайте поставить лайк, чтобы поспособствовать продвижению ролика и подписаться на канал, чтобы не пропустить самое важное. Доброго вам здоровечка и хорошего дня! А вот и здравствуйте. Ничего я так придумал это приветствие. Но в случае с коронавирусом мы часто видели, что... Ничего мы не видели в случае с коронавирусом. Замечали какие-то смягчения... Смягчения... Какие-то смягчения... Вначале какие-то смягчения... Да что ж такое второй раз смягчения? Невозможно! Я сегодня по блуперсам поставлю рекорд. Или наоборот, как много людей заболевает. Внимание, акцент... Я в суфлёре написал из людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...